7 погибших из 47 раненых. Печальная статистика ДТП в Дагестане. Госавтоинспекция призывает быть бдительнее на дорогах. Газификация продолжается. В селе Курни Гиргебельского района Дагестана уже подключены первые дома к голубому топливу. В честь ученого-богослова Хасмухамад Хаджи Абубакарова назовут Центр по изучению Корана. Об этом сообщил муфтий Дагестана на встрече с жителями Гумбетовского района. Выливая победа Динамо. Махачкалинцы прервали неудачную серию, одолев в драматическом домашнем матче Оренбург. Семь погибших из 47 раненых на дорогах Дагестана. Печальная статистика от Госавтоинспекции Республики. Всего с 4 по 10 ноября было совершено 35 ДТП. Среди получивших травмы есть пятеро детей. Только за минувшие выходные 18 водителей также были отстранены от управления транспортным средством из-за признаков опьянения. Госавтоинспекция Дагестана напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и обращает внимание на проблему пьянства за рулем. «Призываем всех участников дорожного движения не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно». Газификация в центральной части Дагестана продвинулась еще на один населенный пункт. В Георгиевском районе газифицировали село Курми и подключили первые домовладения по программе до газификации. На торжественной церемонии пуска газа на центральной площади собрались местные жители и те, благодаря кому это событие стало возможным – руководство и сотрудники Минэнерго-республики, группы компаний «Газпром Межрегион Газ» в Дагестане и администрация района. Работа по строительству газопровода начали здесь еще в апреле 2024 года. «Газпром Газораспределение Дагестан» проложил газовые сети здесь протяжностью порядка полтора километров, чтобы техническая возможность к подключению газа была у всех владельцев домов. Действительно, это большая радость и жизнь сельчана, она значительно в разы станет более комфортней, более привлекательной и для развития предпринимательства. Я вам всем желаю безопасного пользования газом в быту. Это стало возможным благодаря партнерским отношениям Республики Дагестан с ПАО «Газпром». Это стало возможным благодаря слаженной и оперативной работе группы компаний «Газпром», осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан. В связи с чем я искренне вас всех поздравляю и рад сегодня участвовать в этом мероприятии. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, чтобы реализовался этот объект, газификация населенного пункта селения Курми. Поэтому еще раз всем спасибо с праздником. Сегодня настоящий праздник для курминцев и Гиргебельского района. Для бесплатного подключения домовладений селяне воспользовались возможностями дегазификации. Им оставалось провести трубу от забора в дом и установить газовое оборудование. Для льготников и семей участников СВО эти мероприятия также проводятся на безвозмездной основе. Одними из первых газ в дом провели Ибрагимовы, семья участника специальной военной операции. Они пригласили гостей сегодняшнего торжества на чай и рассказали им, как меняется их жизнь с приходом голубого топлива. Как отмечает сам глава семьи, раньше комнаты отапливались электричеством, что было достаточно накладно и хлопотно. Не хватало напряжения или периодически отключался свет. Теперь есть все удобства в доме. Огромное спасибо. Ребята тут старались, работали. Руководство района и Газпром Дагестана огромное спасибо за то, что включили нас в догазификацию и дали нам такое счастье, можно сказать. С печного на газовое отопление перешли не только собственники домов, но и социальные учреждения. Детский сад НУР также подключили к голубому топливу. Теперь в помещениях постоянная комфортная температура. Спасибо нашему маму! В целом подключиться к газу смогут более 350 хозяйств. А значит у сотни семей улучшатся жилищно-бытовые условия. В память о погибших. В Махачкале прошла памятная акция. Её посвятили сотрудникам органов внутренних дел России, которые отдали свою жизнь во время исполнения служебного долга. У здания МВД Дагестана собрались горожане. Они установили зажжённые лампады, выложив слово «помним». Церемония продолжилась возложением цветов к мемориалу славы. На ней присутствовали премьер-министр Дагестана, а также представители министерств и ведомств республики. Память погибших также почтили минутой молчания. А в небо выпустили сотни белых шаров в виде белых журавлей. Акция была приурочена Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который ежегодно отмечается 10 ноября. Жители и выходцы из селения Целит Легумбетовского района посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Среди гостей был также известный учёный-богослов Хасмухамад Хаджи Абубакаров. В своём обращении духовный лидер выразил глубокое уважение к прибывшим и сделал им ценные наставления. Шейх особенно подчеркнул заслуги Хасмухамада Хаджи. Он сообщил, что в честь богослова будет назван Центр по заучиванию Корана. Несколько лет назад к Хасмухамаду пришли люди с предложением сменить муфтия. Он ответил им, только попробуйте сказать ход слова, и завтра же я соберу против вас 15 тысяч человек, выступив в джума-мечети перед джамаатом. Посмотрите, вот как он им ответил. А некоторые люди в наше время, пытаясь угодить всем, хотят удержаться на двух-трёх лодках и ведут себя как телята на привязи. Что случилось с Хасмухамадом Хаджи и со мной после того, как он так ответил этим негодяям? Вот такое сегодня положение. На данный момент в нашем хифс-центре обучаются тысячи муталимов. Тогда я подумал, что настал момент, когда можно назвать этот Центр именем Хасмухамада Хаджи. По воле Всевышнего в этом году мы проведем конкурс в честь Хасмухамада Хаджи, и победитель получит автомобиль. Пусть Аллах одарит нас своей помощью, чтобы мы могли совершать благие поступки. Сделаем дуа. Хасмухамад Хаджи, будет хорошо, если вы сделаете дуа. В Дагестан. Здесь продолжение 15-го тура. Мир РПЛ. Футболисты «Динамо» прервали семиматчевую серию без побед в Премьер-лиге. Домашняя игра с Оренбургом началась для махачкалинцев неудачно. Гости забили уже на 15-й минуте. Времени, чтобы отыграться и выйти вперед, было предостаточно. Но реализовать свои моменты в первом тайме нашей команде так и не удалось. Да, в принципе, мы сами понимали, что надо уже идти вперед, поэтому терять нечего было. Проигрывали. Поэтому здесь слова не нужны были. Сами понимали. И как бы на характер, можно сказать, агрессии добавили, больше ярости. И поэтому смогли довести до победы. Во второй половине матча «Динамовцы» полностью забрали себе инициативу и мяч. Но по-прежнему вскрыть оборону гостей не получалось. Ближе к концу встречи тренерский штаб пошел ва-банк, усилив атаку. Выход Джавада. И Абакара Гаджиева принес свои плоды. На 78-й минуте после паса Джавада пробивал Рожаб Магомедов. С ударом нашего полузащитника вратарь Оренбурга справился. Но на добивании первым был Эгаш Кассинтура. Подопечные Хасамбиби Джиева продолжили наступать и за свои старания были вознаграждены еще одним голом. В добавленное время отличился Гамид Агаларов. Форвард-хозяев подкараулил отскок после удара Джавада в перекладину. Скидка! Удар Джавада! Какой момент? И гол! Гол все-таки Агаларов забивает! Они дотерпели, дотянули, додавили! Тяжелый матч, тяжелая игра, тяжелый соперник. Но проявили характер. Додавили, дожали то, что должны были делать и в прошлой тоже домашней игре. И нужно было перед болельщиками реабилитироваться за прошлые домашние игры. Очень такая тяжелая игра. Но важная, наверное, после такой неудачной серии нашей. Должны были сегодня выигрывать. И удалось выиграть. Надеюсь, продолжим так же. Будет таким толчком для нас эта победа в дальнейших играх. Первый круг «Динамо» завершает в хорошем настроении. Махачкалинцы с 15 очками располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 24 ноября, они в гостях сыграют с пари НН. Поздравляю всех с победой! Молодцы! Проявили характер и играли очень хорошо. Очень хорошо играли. Вот это «Динамо» Махачкала! Детки! Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ.